Слово Божье Слово Божье Слово Божье Потом он усыновляет Его внуков Мынаша и Эфраима, благословляет их, приравнивая К статусу собственных сыновей В качестве родоначальников колен народа Израилева Потом благословляет своих сыновей И раскрывает будущую роль своих сыновей Колен в истории Израиля Ну и последняя глава о смерти в похоронах Иакова и Иосифа Я хочу сказать, что, знаете, бывают у комментаторов какие-то, наверное, любимые такие вот разделы, а бывают трудные, нелюбимых нет, но трудные бывают. Для меня этот раздел был всегда трудным, я всегда, знаете, так вот тихонько говорил, ну, слава Богу, что когда оно проходило мимо меня. Почему? Объясняю. Мне было тяжело понять некоторые вещи, то есть я видел, что в этой главе, ну, в этом разделе, да, разговор идёт о благословении. Ну, вот, например, 49 глава, и в синодальном переводе, вы знаете, перед каждой главой, там есть, ну, как бы описание, что говорится в этой главе, да. И вот я читаю, Яков призывает всех сыновей и благословляет каждого из них. И вот, как обычно, я тоже читаю, да, и призвал Яков, ну, то есть я главу читаю с первого стиха, и призывал Яков сыновей своих и сказал, соберитесь, я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни, сойдитесь и послушайте сына Якова, послушайте Израиля, отца вашего. И вот он начинает Рувиму. Рувим, первенец мой, ты крепость моя, начаток силы моей, вверх достоинства и вверх могущества, но ты бушевал, как вода, не будешь преимуществовать, ибо ты взошёл на ложе отца твоего, ты осквернил постель мою, взошёл. Ну, это он о случае со служанкой Валлой. Ну, как-то так странное благословение, да, ты не будешь первенствовать. Вы знаете, меня это смущало, ну, и долгое время. Потом второе, допустим, вот, Симеон и Левий. Симеон и Левий, братья, орудие жестокости мечи их, в совет их да не внизит душа моя. То есть я вообще-то далёк от того, чтобы быть рядом с ними, с этими сыновьями. И к собранию их да не приобщится слава моя, ибо они во гневе своём убили мужа и по прихоти своей перерезали жилы тельца. Проклят гнев их, ибо жестокий, ярость их, ибо свирепа, разделю их и в Акове, и рассею их в Израиле. Ну, тоже странное благословение, да? И поэтому, ну, я понимал, надо разбираться, раз уже меня, как-то, я уже попал на это дело, надо разбираться. Я начал разбираться, что-то, ну, думаю, надо посмотреть, что такое благословение, что Яков имел в виду, говоря вот эти вот слова в жизнь своих сыновей. Ну, так странно благословляя их. Мы же привыкли, что благословение это что, да? Чтобы у тебя было всё хорошо, чтобы у тебя всё было. Ну, вот, а на то, чтобы было, ещё толстый-толстый слой шоколада, чтобы был. И тогда вот это вот настоящее истинное благословение. А здесь читаем, ну, сами слышали, что читаем, да? С одними, значит, за то, что вы там порезали этот сихем, значит, я, в общем, это проклят ваш гнев, да? А другому говорит, ну, не будешь ты первенствовать. Вот. И начал я разбираться, вот, что такое благословение. Это слово, барух, оно употребляется в Библии, в Танахе, в частности, более 600 раз. Это говорит о том, что это, ну, такое слово значимое, да? Вот. И если подвести итог в целом, значит, то в собирательном значении под благословением на иврите... То есть не барух, я сказал, браха. Браха, я прошу прощения. На иврите браха принято понимать обращение Божьей милости и благодати на человека либо самим Богом, либо людьми, действующими по воле Бога. То есть это благословение, да, браха, это обращение Божьей милости и благодати на человека. Или Богом, или по поручению Бога определенными людьми. Ну, и считается, что благословение, оно наделяет человека, значит, благодействием, то есть добрыми днями такими, да? И успехом. Успех это в переводе тоже с иврита, такое, значит, совершать приятное путешествие по жизни. То есть благословение, оно дает возможность иметь благие дни, да? И совершить приятное путешествие по жизни. Вот. Значит, согласно Торе, первоисточником всякого благословения является Бог. Ну, мы видим уже с первой главы, да, что Бог благословляет человека, да? Даже, первое, он благословляет не человека, он там благословил животных, если вы помните, птиц и рыб. Вот, чтобы они плодились, а потом уже и человека благословил. Вот. Отдельно он выслубил, отдельно благословение Бог высвободил на шаббат. Поэтому каждый соблюдающий шаббат, друзья, он имеет особое благословение. Аминь. Аминь. Ну, мы будем разбираться, в чем это благословение. Также мы помним, что Бог благословил Ноя, его семью после потопа, затем Авраама, а через него мы знаем, что и всех верующих. Это еще раз повод сказать Аминь. Аминь, Аминь. Потому что, значит, верующие благословляются с верным Авраамом, помните, да? Вот. Ну, и Библия показала еще один принцип о том, что благословение, оно, ну, что сам благословляемый становится источником благословения. Так, значит, говоря Аврааму, это Бытие 12.3, Бог сказал, «Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Ну, то есть, он как бы говорит, что через тебя ты будешь источником благословения. Ну, его потомки это увидели, да? И, соответственно, тоже стали применять этот принцип в своей жизни. Так, Исаак благословил своих сыновей. Мы сегодня будем смотреть, как Иаков благословил своих сыновей, а он так и благословил их. Просто мы увидим, в чем суть благословения, да? Моисей благословлял колено Израилево. Когены, значит, священники, они благословляли народ. Цари благословляли народ. Ну, и мы помним Ешоа, Мессия. Он тоже, когда уходил на небо, он тоже благословил своих учеников. Но, учитывая вот эту вот такую вот двойственность, то, что я прочитал, да, вот про Рувима, про Симеона, да, значит, его брата, значит, все-таки надо было идти немножечко поглубже, да, понять все-таки, в чем суть сама именно этого благословения. И мне попалось в руки, Витя мне дал такой небольшой комментарий, именно на браха, да, то есть, комментарий, разбор слова, само на иврите, одного из еврейских комментаторов. Вот, ну, такое достаточно сложное, но суть, значит, вот человек берет слово браха, да, значит, начинает его рассматривать, ну, на ивите каждую буковку, да, в общем, все, каждая составляющая, и он видит в этом слове, он видит как бы три, ну, берет составной глагол барах, ну, от которого произошло слово браха, да, барах благословлять, браха благословение, вот, начинает рассматривать этот глагол и видит там такие три составляющих, он видит, собственно, там, колени или кто-то стоящий на коленях, потом какие-то отростки или отводы, ну, отростки-то как от растения, ну, знаете, бывает, он размножается, растения отростком, или от бассейна отвод такой, и, собственно, само благословение. И вот он разбирает, разбирает вот это вот слово, да, вот, и в конце концов он приходит, ну, там еще раз, достаточно сложный такой разбор иврита, значит, и он приходит к такому пониманию, он видит в его голове складывается такое видение, такое, ну, не видение, а понимание такое, что он видит, что кто-то стоит на коленях, кто-то благословляет, значит, стоящего на коленях, и вот этот благословляемый, он как бы укореняется в земле, да, и от него вот идут отростки, ну, и, соответственно, он как бы растет, размножается и захватывает землю вокруг себя. И он делает такой вывод, что браха благословения по отношению к человеку, это пожелание успеха в выполнении самого главного задания человека — плодиться, размножаться, завоевывать в землю, ну, в понимании того, что Бог является источником всякого роста, да. То есть, оказывается, ну, в его понимании, ну, с ним можно спорить, конечно, понимаете, вот, ну, я так верю, что человек глубоко рассмотрел, вот, значит, и что в его понимании, то есть, суть благословения — это исполнение того предназначения, которое Бог дает человеку, вот. И смотрите, я уже начал другими словами смотреть на уже известные слова Библии, вот. Ну, это первая глава Бытия, 1, 27, 28. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию, сотворил его, мужчину и женщину, сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им, плодитесь, размножайте, наполняйте землю, обладайте, ну и так далее». Ну, и так далее. Дальше мы знаем. О! То есть, ну, понимаете, да, о чём я говорю? Он не просто сказал, я благословляю, чтобы у вас всё было, чтобы вам было хорошо, чтобы вы были крепкие, здоровые, жили вечно, и чтобы ваши дети были там, и чтобы у них всё было. Понимаете, он же не об этом сказал, да? Он сказал, да, дорогие мужчина и женщина, Адам и Ева, да, я благословляю вас, чтобы вы выполнили самое главное предназначение, которое у меня есть для вас. Чтобы вы плодились, размножались и управляли землёй, которую я создал для вас, это прекрасным местом жительства. Она уже была гораздо прекраснее, чем сейчас, хотя она сейчас прекрасна. Понимаете, о чём я говорю? И тогда мы понимаем смысл благословения Авраама. Он же тоже сказал, Авраам, я благословляю тебя, он не сказал, вернее, я благословляю тебя, чтобы у тебя было много волов, овец, там у тебя много всего было. Он же не сказал так, правильно? Он сказал, я благословляю тебя, и ты будешь отцом народа. И через себя благословятся все народы. То есть через себя произойдёт народ, да, значит, и у тебя, ну, многочисленный народ, который будет свидетельствовать обо мне, да, который будет света, ну, будет царством, ну, впоследствии мы знаем, царством священников, вот, значит, и через себя благословлятся все племена земные, то есть все народы через себя благословятся. Вот, оказывается, благословение. Это быть в центре Божьего призвания, это самое большое благословение. Потому что мы можем, конечно, сказать, что, например, можно подумать, что самое большое благословение это все иметь, чтобы мы не все было, и мы не заценили, что не было. И у многих есть, скажем, такое квази-благословение. Но мы понимаем, что эти люди, идущие куда? Они идут в ад. И можем ли мы считать это благословением? Можем ли мы считать, что тот, кто наворовал чего-то, урвал, или добыл каким-то неправедностью, что он имеет много, что это благословение? Нет, конечно. Но истинное благословение – это быть в центре Божьего призвания. И тогда уже, аминь, аминь, правильно говорим, и тогда уже с этой точки зрения понятно, что почему, допустим, даже такие резкие слова Иакова относительно своих сыновей старших, почему они считаются благословением? Друзья, да потому что они все равно оставались в центре Божьего призвания. Понимаете? От них все равно произошли колена. Все равно они имели свою часть в истории Израиля. Это уже благословение, это самое большое благословение. Другое дело, что они были не в том качестве, может быть, в каком могли быть. Допустим, тот же самый Рувим. Да, он осквернил ложи отца, и, соответственно, он потерял первенство. И он не просто потерял первенство, но и его потомки, даже получилось так, что его потомки не дали ни царей, ни пророка, ну, каких-то значимых личностей в истории Израиля. То же самое Симеон и Левий, из-за того, что они были жестоки, отец фактически сказал, вы будете рассеяны из-за вашей жестокости. Так оно и получилось. Симеон, он не имел такого, знаете, сконцентрированного в виде своего удела. Он в основном жил в земле Иуды, имел там такие вкрапления. А у Левия, вы тоже знаете, тоже не было своего удела, но благодаря его верности впоследствии, Левий стал, ну, семейство Левия, его потомки, они стали благословением для всего Израиля, и они несли свет Торы, значит, ну, и учили народ Израиля следовать за Богом. По-другому получилось у Иуды. У Иуды, у него все нормально, благословение мне понравилось. Иуда, тебя восславят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих, поклонятся тебе сыны отца твоего. Не отойдет скипетр, ну, это коротко, не отойдет скипетр от Иуды и законодатель из чревесного, доколе не придет примиритель, и ему покорность народов, ну и так далее. Очень хорошие слова, действительно благословение. Он говорит, что Иуда, хотя у тебя нет права первенства, но ты фактически будешь иметь первенство, потому что из тебя будут происходить пророки, да, из твоего колена будут происходить пророки, из твоих потомков будут становиться цари, твои потомки будут становиться царями, и более того, в свое время придет примиритель Шила, тот, который примирит, значит, примирит и твой народ, и, соответственно, и остальные народы примирит с Богом. То есть из тебя произойдет сам Мессия. Хотя, по большому счету, если мы возьмем его жизнь, Иуды, он не был таким, знаете, каким-то выдающимся деятелем, отцом веры. Мы помним его случай с Фомарио, о том, что он на 20 лет отошел от братьев своих, жил отдельно, жил там в язычестве и так далее. Но, друзья, один очень важный момент, который нам тоже будет, я так считаю, уроком. В отличие от Симеона, в отличие от Левия, в отличие от Рувима, которые, очевидно, к этому времени, когда их благословлял отец, они, очевидно, не сделали работы над ошибками в своей жизни. Потому что если бы сделали, поверьте, все было бы по-другому. Иуда, хотя он тоже имел значительные ошибки в своей жизни, он сделал работу над ошибками. Он пришел к покаянию, он пришел к изменению своей личности. И Иаков увидел это, увидел это в нем, он увидел внутри него, он увидел это в его жизни. И был благословен и сам Иуда, и его потомки. И это говорит нам о том, что сейчас мы тоже, ну, как бы сам принцип, да, о том, что потомство, оно зависит от тех решений, которые принимают люди в настоящее время. Что наши потомки, да, они пожнут в какой-то, в определенной степени, но мы видим, что есть определенная связь, мы же не можем ее отрицать, правильно? Значит, Рувим согрешил, а потомки, соответственно, тоже в определенной степени, это сказывалось на них в какой-то степени, да. Вот, поэтому нам всегда, конечно, надо помнить об этом. Вот, и, ну, помните об этом, нам надо об этом помнить. Ну, и дальше, соответственно, Иаков говорил о том, что ученые-мудрецы, они будут исходить из Сахара. То есть, каждый, каждое колено, оно будет участвовать, будет иметь свою часть в истории Израиля, как народа, формировании, как народа. Но у каждого будет своя особенность. Значит, и, например, вот мудрецы от Иссахара, купцы-мореходы из Завулона, искусные воины из Гада, судьи Дана, значит, искусные земледельцы из Асира и так далее. Вот, то есть, каждому, каждому Иаков, значит, дал, как бы, такое пророческое видение каждому. Но основное благословение, друзья, мы не забываем, да, это то, что они, все они имеют возможность участвовать в исполнении плана, плана Божьего. И даже такое, скажем так, немножечко урезанное благословение, допустим, как у Рувима, это все равно благословение. Потому что они не выпали из истории, ну, из Божьего предназначения и не выпали из истории Израиля. Они предназначены для этого, были и остались. Вот, ну и, если завершение, я хочу сказать, что есть прямые параллели, ну, если с Новым Заветом, вот, благословением Танахи и Брит Хадаша в Новом Завете. Ну, в Новом Завете во главу угла ставятся скорее духовные, а не материальные последствия благословения. Например, в Ефесянам 1,3 говорится, благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Ну, и расшифровывается, избрал нас, предопределил усыновить, искупил своей кровью, при избытке даровал мудрость и разумение, сделал наследниками, запечатлел обитованным Святым Духом. Аминь. Друзья, это говорит о том, что те люди, которые следуют за Богом, вот, Брит Хадаша в наше время, да, они находятся где? Они находятся в центре Божьего призвания, друзья. Они благословенны, они уже благословенны, даже несмотря на то, чего-то не имеют, может быть, где-то страдают физически, да, какие-то проблемы со здоровьем, со здоровьем. Но самое главное, друзья, те, кто верны, те, кто следуют за Богом, вот, они находятся в центре Божьего призвания, они благословенны. В этом суть благословения. Если мы в центре Божьего внимания, Божьего призвания, мы всегда находимся, скажем так, по таким фокусам Его любви, Его внимания. И Бог всегда с нами. И да благословит нас Господь именно в этом, да, чтобы мы всегда помнили об этом. Вот, мы всегда следовали за Богом, были верны Ему во имя Ешо. Аминь. Аминь.